В сезон тихой охоты Анастасия Бородина собирает шишки лиственницы. Из них готовит шишковое варенье. Рецепт увидела по телевизору. Процесс небыстрый. Пропорции на 65 шишек килограмм сахара. Хозяйка говорит, что такой мед спасает от кашля и укрепляет иммунитет. Часа три-четыре даже можно. Кипячу, потом сливаю туда сахар, добавляю лимонную кислоту и по кипячу снова еще и разливаю. А это Любовь Царькова. Она с детства интересуется ботаникой. Окончила горный институт. По распределению попала в Наринмар и 26 лет проработала в сейсморазведке. Уже на пенсии, когда работала в однокультурном центре, занималась литературой, вот что-то меня опять потянуло на ботанику. Я стала сначала гербария собирать и на мое счастье тут приехали Лавриненко Игоря Анатольевича и Васильевна, наши ученые. Академики помогли отредактировать книги, дали много новых знаний. А сейчас женщина собирает и ванчай, и мороженку. Не только ягоду, но и листики, и чашелистики готовят необычные целебные напитки. И самое интересное, вот мое ноу-хау, я никогда не слышала, чтобы кто-то делал, это вот мороженка вместе с чашелистиками. Если в промозглую осень или холодную зиму чувствуешь, что начинаешь заболевать, вот выпьешь такой стаканчик компотика, и все пройдет. Сбор грибов, ягод и других дикоросов – излюбленное дело многих местных жителей. И, конечно, не следует забывать о соблюдении определенных правил, чтобы не потеряться в лесу. Повестите своих близких, скажите, что вот мы такого-то числа на столько-то времени идем в лес за грибами. И конкретное место. За первую автомарку, за вторую автомарку, лесостаней, лоевозкой. Также необходимо надеть яркую одежду, зарядить мобильные телефоны, взять с собой спички, ножи и небольшой запас провианта. Если вы езжаете с семьей, следите за пожилыми родителями и детьми, чтобы они всегда находились в поле вашего зрения. Есть кинологический расчет, который тоже участвует в поиске людей. У нас есть собака-овчарка, специальный кинолог, который обучен. И у нас в 2018 году была найдена бабушка с помощью кинологического расчета. За прошлые годы были, но с каждым временем оно все меньше и меньше. За прошлый год именно по характеру грибников это было у нас 5 или 4 выезда. Но только в нашем подразделении. У нас же еще есть окружные спасатели. В этом сезоне еще не было обращений в МЧС по поиску заблудившихся в лесу. Но если вы все же потерялись, главное не паниковать. По возможности позвонить по номеру 112 Единой службы спасения, чтобы поисково-спасательная служба начала оперативную работу.